доброго времени суток я приветствую вас всех на канале око таро зовут меня ольга и сегодня предоставляю вашему вниманию таро прогноз 27 мая по 2 июня включительно для знака зодиака овна уважаемые овны хочу напомнить что гадание имеет общий характер поэтому проиграться оно может не для всех но я уверена что досмотрел это видео до конца какие-то нужные подсказки и советы в течение этого гадания вы все равно для себя сможете найти постарайтесь максимально расслабиться потому что только в максимальном расслаблении мы усваиваем и усваиваем любую информацию гораздо лучше чем когда мы напряжены и давайте попутешествуем вместе с вами во времени во времени будущего этой недели гадания и для мужчин и для женщин и для тех кто в паре и для тех кто одинок и так приступаем первая карта покажет ваше эмоциональное состояние на начало недели или ваше настроение в какой-то степени это будет как фон недели великолепная карта дальше мы рассмотрим события всей недели что будет происходить с вами что вам придется решать и чем придется столкнуться дальше мы рассмотрим сферу вашей личной жизни и также вашей интимной сферы также мы рассмотрим сферу вашей работы сферу вашей работы и сферу ваших денег и посмотрим ваше эмоциональное состояние но уже на конец этой недели насколько она изменится и возьмем для вас также карту совета которую рассмотрим в самом конце посмотрим что вам советуют карты для того чтобы вы достигли максимального успеха в задуманных делах и мероприятиях уважаемые овны ваше состояние настроение на начало этой недели туз пентаклей прекрасная карта которая говорит что у многих у вас подъем у вас вот вы счастливы вы чем-то счастливы довольны может быть до этого у вас были какие-то празднования чего-то может быть вам кто-то сделал какой-то подарок либо в начале недели вам может кто-то неожиданно сделать что-то приятно и здесь такое приподнята великолепное настроение конечно же также эта карта не исключает того что многие обдумывают новые проекты в связи именно с заработком и с деньгами вы для себя рассмотрим рассматриваете какие-то новые перспективы и шансы в этом направлении кто-то из вас те кто одинок может как раз думать о том о каких-то новых знакомствах да которые были бы как счастье как удача для вас но не без денежной подоплеки вы хотели бы конечно же партнера с денежкой давайте посмотрим события всей недели что будет происходить с вами чем вам придется столкнуться туз мечей действительно говорит о новых начинаниях обратите внимание уже 2 туз его в вашем раскладе ну 2 туза это всегда некое лукавство какая-то игра кто-то с кем-то лукавит а кто с кем и где посмотрим посмотрим дальше новые какие-то начинания вашей жизни новые планы вы как-то очень решительно настроены где-то даже сильно я бы сказала нервная система перевозбуждена и вы готовы так если есть какие-то помоги помехи даже с кем-то поругаться продавить ситуацию но я вижу что высшие силы несмотря ни на что будут на этой неделе вам помогать семерочка пентаклей говорит о том что для многих актуален вопрос работы и финансов почему потому что те плоды те результаты от своей работы которые вы имеете на сегодняшний день я вижу что они вас не удовлетворяют вы понимаете что вы способны на больше ей и вы в раздумье многие из вас будут его в ожидании каких-то сообщений новостей вы как будто бы что-то ждете и чем-то не спешите решать с одной стороны что-то ждете какой-то информации с другой стороны к вам идет какая-то информация но вы не спешите ее принимать раздумья раздумья и конечно же здесь мышление у вас работает на всю катушку рыцарь чаш говорит о том что для многих из вас актуальны будут новые знакомства какие-то новые встречи кто-то ждет рыцаря на белом коне по этой карте девочки женщины да но действительно для кого-то это может быть так проиграться как новое знакомство но также это могут быть какие-то новости которые вас приятно порадуют и буквально вот уже в скором времени они на пороге уже стоят в вашем доме вашей жизни вашей судьбе какой-то мужчина скорее всего к вам идет с каким-то либо предложением либо с каким-то делом но что там вас будет радовать что-то радует это будет может быть предложение любого характера не обязательно любовной сферы а для кого-то это может проиграться и как любовная сфера ну кто-то может обдумывать дороги встречи да вот встречи с любимым человеком тоже будет актуально давайте смотреть дальше что в сфере ваших личных отношений девяточка чаш для семейных пар я вижу что многих овнов на этой неделе будут ожидать в семье какие-то праздники празднования сборы всей семьей может быть сборы с друзьями с с близкими что-то вас здесь радует здесь могут быть пьянки гулянки совместное такое приятное времяпрепровождение отдых другими словами для кого-то из вас вот в семейных парах это как что-то купить для себя для дома нового до какую-то обновочку тут больше это будет касаться женщин по картам я вижу что больше женщин это касается пятерочка чаш говорит о том что несмотря на то что вот вместе для тех кто в паре уже живет давно несмотря на вот эти общие праздники какое-то веселье да есть некая грусть есть некая грусть и есть некая даже где-то и разочарование и отчаяние именно из-за того что вот семейные проблемы все-таки каким-то большим грузом лежат на ваших плечах вы недовольны этими отношениями вы недовольны полностью этими отношениями может быть вы где-то не доверяете своему партнеру и его ревнуете так это связка карт тоже может проигрываться можете ревнуть его как раз какой-то компании в которой вы вместе гуляете для кого-то это еще могут быть проблемы именно дома вот сам дом само имущество для вас как тяжелая ноша даже если это было какое-то наследство либо ваш собственный купленный дом даже за свои деньги как будто бы не приносит вам радости и вам хочется конечно же что-то поменять какого-то веселья где-то вы может быть слишком по этому поводу убиваетесь и не видите тех ресурсов и шансов которые у вас все-таки еще есть конечно же здесь в паре есть некое лукавство здесь есть некая манипуляция партнерами да но я так полагаю что это вы уважаемая овен или мужчина или женщина овен можете как каким-то образом манипулировать своим партнером никто не говорит что во зло или со зла или какой-то здесь злой умысел но иногда так нужно семейные пары это понимают те кто меня слышит и и видят эти карты эту связку карт для тех кто одинок эти карты могут говорить о том что вам предстоит действительно какое-то новое знакомство но это будет знакомство как кругу друзей в каком-то может быть таком на каком-то отдыхе где-то много людей до шумная компания может быть это где-то вы у родственников гуляете может быть вы куда-то поехали но людей много компания застолье и вы можете повстречать свою на вторую половинку но я бы сказала так будьте будьте благоразумны и не спешите с выводами да конечно же здесь могут быть какие-то сексуальные отношения какая-то такая радость интрига я бы сказала когда партнеры друг перед другом пытаются выглядеть во всей красе по максимуму но тем не менее здесь может быть в будущем как манипуляция то есть либо ваш либо человек который вы встретив встретите в конечном итоге может иметь свой какой-то но корыстный интерес в отношении вас либо вы можете иметь какой-то но нет нет я так полагаю что все таки все таки тот человек которого вы встретите будет может в будущем вами манипулировать поэтому для так сказать просто прогулок да вы можете проводить время с этим человеком но не спешите с окончательными решениями хорошо к нему присматривайтесь а потому что кстати говоря кто-то может вам пускать пыль в глаза а человек на самом деле либо был женат либо не до конца что-то будет договаривать если смотрит меня женщины да но также и женщина не всегда говорят что у нее там есть семья и дети да и такое бывает но это все таки имеется имеет больше отношения к одиноким я сейчас говорю за одиноких но есть шансы встретить такого человека который вам не будет с вами до конца искренен поэтому будьте внимательны посмотрим дальше сфера вашей работы какие-то глобальные уже необходимые нужные срочные перемены наступили в вашей работе для тех кто работает для тех кто работает это как будто бы какое-то срочное принятие решения вот что-то неожиданно резко вам нужно будет принять какое-то решение и это касается для вас многих вообще многие в корне вот здесь я смотрю что хотят поменять свою работу кто-то в корне либо это какой-то такой очень большой большой новый проект вы затеяли и хотите разорвать со старой работой но здесь еще так еще так здесь может быть конфликт на работе очень громкий и крупный и в этот конфликт может быть втянуто очень много людей то есть вы не с одним кем-то ругаетесь да а как целый коллектив может быть настроен против вас либо вот кто-то буквально камнями хочет вас закидать для кого-то это может так проиграться но для кого-то это может быть просто как смена работы какие-то трансформации потому что но вот вы чувствуете что это не ваша и вражеская обстановка вокруг вас вы прям чувствуете какую-то опасность на этой работе а может быть для кого-то действительно работа сопряжена с каким-то большим риском кто-то может смотрит меня те овны у кого опасная какая-то работа работа может быть связана с расстояниями большими может быть с путешествиями поездками и все это связано с большим риском но возьмем сюда конечно же дополнительные карты давайте посмотрим дальше сферу ваших денег ваших финансов и на сферу ваших финансов выпадает королева посохов и восьмерочка чаш это связка карт говорит о том что если вы мужчина овен вам какая-то да дама жезлов либо темноволосая женщина дама жезлов это может быть овен левили стрелец по гороскопу женщина которая помогает вам принять какое-то решение в плане действительно перемен изменений вашей жизни вот кто-то как помогает вам сделать вот эту необходимую перемену если вы уходите с какой-то работы она как может вам давать какие-то либо наставления либо советы ну либо вот ну помочь чем может там это может быть и супруга для кого-то для кого-то мама для кого-то сестра но кто-то вам здесь оказывает темноволосая женщина поддержку если смотрят меня мужчины если вы женщина овен то вы и сама по ним и я из них дам если женщины овны то вы и сама понимаете что вам нужно что-то менять и я вижу что вы действительно вот пытаетесь найти какой-то новый заработок вообще в корне новый заработок может быть это действительно связано с какими-то вообще вообще новыми начинаниями для вас для кого-то это может быть связано с дорогами на большие расстояния с какими-то переездами может быть это как информация данной как интернет ну как интернет тоже может проигрываться как что может что-то вы ищете в интернет сетях какая-то работа в интернете интернет сетях для кого-то может быть может и так проиграться но здесь сто процентов видите напрямую карты не показывают ваших финансов это говорит о том что с финансами у вас довольно таки напряженное положение но в любом случае если с финансами туго мужчина вы или женщина вам будет оказывать помощь и поддержку финансовом плане темноволосая женщина и так смотрим дальше конец вашей недели конец вашей недели на насколько изменится ваше настроение и уважаемые овны я так понимаю что в связи с вот этими событиями на работе с вот этими болезненной трансформации какой-то ломкой ломкой каких-то стереотипов кому вы кому-то что-то вы пытаетесь доказать в чем-то вы я убеждены и кто-то здесь в отношении вас вот уже как ну на ножах можно сказать и здесь карта луны выпадает на конец недели это такое подавлено депрессивное состояние страхи сомнения какая какие-то вашей душе неуверенность себе многие из вас могут ощущать на себе присутствие магии но если магия на самом деле это нужно еще просматривать но то что сто процентов здесь у вас как неуверенность проходит в связи наверное с тем что происходит именно в сфере вашей работы к сожалению здесь пока не утешительно уважаемые овны но не стоит огорчаться заранее давайте посмотрим карту совета для вас карта совета выпала для вас четверочка пентапли которая говорит о том что вам сейчас нужно заниматься сферой своих финансов и срочно деньги которые у вас еще остались и имеются на сегодняшний момент не тратите собирайте каждую копеечку они вам пригодятся в будущем для кого-то это могут быть траты связанные с поездкой для кого-то это могут быть вынужденная экономия и вот эти деньги нужно приберечь потому что вот этот переход на другую работу это как всегда время безденежье если вы заранее не нашли эту работу то могут уходить деньги пока вот в процессе вы поиска или пока вот этот процесс новой работы для вас еще только созревает до в пространстве ну мы в общем то карта экономии карта экономии и того что денежки надо поберечь давайте возьмем дополнительные карты на сферу вашей работы уж очень здесь все как-то так не хорошо не хорошо но давайте смотреть для кого как проиграется вы смотрите уже по своей ситуации потому что информации я даю много а кому какая подходит вы выбираете давайте посмотрим на сферу вашей работы выпала одна карта так какие-то договора какие-то договора новые договора будут для вас какие-то новые предложения действительно вот для вас наступил для многих в работе момент того что вы стоите перед каким-то выбором и для вас могут появиться какие-то равноценные шансы и возможности кто-то вам уже сделал какие-то предложения либо вы допустим что-то уже нашли работа как официально нужно оформлять бумаги для того чтобы работать вот вот перейти на новую работу здесь идет оформление договора подписание контрактов каких-то и кстати говоря ну работа может быть в большом коллективе в большом обществе работа на большие расстояния либо работа просто связана с дорогами или для кого-то это может проиграться как то что вы вот постоянно в движении вы постоянно подвижны мобильные ну то есть это говорит не о сидячей работе не о сидячей и здесь конечно же вы перед выбором и может быть вам еще какая-то дама будет давать советы в отношении окончательного решения как вам поступить но здесь еще проходит какая-то светленькая женщина если вы светленькая женщина овен может быть вы сами в раздумьях а если нет то может вашей жизни быть еще какая-то светлая подруга знакома с кем вы можете совещаться по этому поводу но здесь сто процентов я вижу видите что вот эта ломка на вашей работе все-таки связано с переходом и уже вот новые договора уже вошли в вашу жизнь вы конечно же я так понимаю что вот эта карта страхов из-за вот этой ломки и вашей жизни на работе вот вот этой необходимой трансформации но смотрите здесь все довольно таки успешно вы не должны ничего бояться видите вы уже испугались заранее а карты говорят о другом или я вас напугала но смотрите у вас есть надежные покровитель надежные друзья этому для кого-то могут быть высокопоставленные начальники для кого-то для для некоторых и женщин могут помогать любовники для кого-то это просто органы структур и властей эта карта об этом для кого-то может помогать темноволосый мужчина потому что все-таки это король пик и здесь тоже такое не исключено но кто-то при должности и вам помогает и здесь все официально бумаги и работа официальным путем и видите даже как на итоговую карту здесь у вас все будет хорошо поэтому отбросьте страхи и сомнения перестаньте переживать и убиваться ну вот на ровном месте давайте посмотрим все таки чем связано ваше эмоциональное состояние на конец недели так друзья мои друзья мои я конечно не хотела не хотела бы чтобы у кого-то так проигралась я этого не озвучивала но видите у кого-то здесь в паре вот то что я говорила что может быть деревность в кругу каких-то компаний да либо ваш молодой человек мужчина ревнует вас кому-то либо вы он вас кому-то либо вы его кому-то но здесь до для кого-то может проходить как хитрость и манипуляция в том плане что действительно есть третье лицо но это больше для мужчин здесь у женщин может появиться кто-то в тех кто в паре конечно же не у всех может появиться мужчина который будет на вас смотреть за вами ухаживать и я смотрю вообще здесь у многих у многих пар у многих пар здесь как будто бы свободные отношения свободные отношения и кто-то из вас вот может пока быть либо в какой-то глубокой ссоре или конфликте как раз из-за того что появился соперник здесь имеется треугольник и кто-то может даже уже пытался выяснять для себя какие-то отношения но они не увенчались успехом не увенчались успехом и я смотрю что у вас вот такое подавленное состояние на конец недели для кого-то из овнов конечно же не для всех именно из-за того что была измена в паре для кого-то это могут смотреть меня одинокие дамы до одинокие дамы у которых появился любовник какое-то время назад а сейчас вы с ним можете не общаться потому что узнаете что у него есть еще кто-то и так может проиграться для некоторых но здесь сто процентов видите как неверность идет в паре неверность так мои дорогие ну давайте возьмем для вас карту совета в таком случае возьмем карту совета для тех у кого есть этот самый треугольник как какую линию поведения вам нужно выбрать если вы женщина овен я вижу что вы достаточно уверены в себе и я вижу что по сути то вы не сделали ничего плохого если даже у вас кто-то появился то скорее всего вас жизнь к этому подвела ваши отношения в паре вас к этому подвели то есть может вы и не планировали не никаких любовников никаких треугольников но что-то вы уверены вы в себе уверены и чувствуете свою правоту если говорить о мужчинах если говорить о мужчинах если говорить об овнах мужчинах то он конечно же на вас имеет большое влияние ваша женщина большое влияние для мужчин все-таки карту совета а у мужчин здесь тяжелее вы как будто бы скованы обстоятельствами ничего не можете сделать и вам нужна чья-то помощь так и здесь у овнов не все так хорошо и замечательно не лучезарно здесь кто-то вот ну буквально такие отношения ваши отношения они двигаются не вперед а назад отношения двигаются не вперед и назад и я хочу сказать так для мужчин овнов кто меня смотрит постарайтесь понять где что вы в прошлом сделали не так наверное вам нужно осознать какие-то ошибки прошлого именно для мужчин где-то может быть вы сами виноваты что ваша дама вашего сердца нашла как кого-то другого не утешительные слова но не всегда мы признаем свои ошибки может быть это как раз тот случай когда нужно о чем-то задуматься и ну давайте посмотрим исход для наших мужчин все равно ложь обман хитрость манипуляция мужчина будет отвечать тем же если уже женщина изменила мужчина будет отвечать тем же ну давайте не будем трогать карты пусть ваша ситуация пока я так понимаю ей нужно пройти какие-то трансформации потому что видите карты показывают довольно таки болезненную обстановку и информацию дают все об одном и том же хотя я их тяну вот тяну и тяну а информация об одном и том же только разными картами и в разных ракурсах дорогие овны я надеюсь что я смогла вам сегодня хоть как-то помочь потому что все таки у вас довольно таки серьезные какие-то жизненные обстоятельства и в работе и вашей личной жизни и с вашим заработком что-то происходит и вообще с вашим настроением конечно же не очень конечно же не очень мне хотелось бы чтобы вы все были счастливы и я вам этого искренне желаю видите все таки в начале раскладов вспомните я говорила о том что происходит какое-то плутовство вот видите у нас два туза вышло и ведь скорее всего это и касается вот ваших личных отношений таким был расклад для вас мои дорогие овны я всем желаю того чтобы у вас была мудрость внутренняя сила воля для того чтобы бороться с этими трудностями не опускать руки потому что жизнь продолжается и нам нужно жить дальше то что не убивает нас делает сильнее помните об этом дорогие овны всем счастья всем здоровья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки кому понравилось и жду всех вас в следующих видео а сегодня всем пока пока